Город в красной зоне, ветер нас покинул. Первый рабочий день красноярцы вновь дышали грязным воздухом. Датчики проекта «Красноярск. Небо» показывали с утра высокое загрязнение во всех районах Красноярска. И прямо сейчас подробнее о состоянии воздуха узнаем из рубрики «Экология» в студии авторубрики Юлия Афанасьева. Юль, какая ситуация к этой минуте? Ну, Илья, сейчас, судя по данным «Красноярск. Небо», воздух грязный и в некоторых районах и вовсе показывает опасное превышение. Например, в Советском, в Кировском и в Свердловском районе, где установлены датчики, а в Ленинском районе сильное загрязнение всего где-то от 150 до 200 с лишним единиц, что как раз означает сильное загрязнение и опасное загрязнение при норме вообще в 12 пунктов. Но пока чистый воздух показан на Копылово, здесь всего 5 единиц. Напомню, этот прибор установлен на крыше нашей телекомпании. Еще раз напомню, что такие датчики показывают, сколько пыли и сажи в воздухе. И потом эти данные в режиме онлайн отображаются на сайте и в мобильном приложении «Красноярск. Небо». Илья. Илья, а какие итоги за вообще эти длинные праздники? Ведь уже на третий день Нового года вводился режим «Черного неба», «Красноярцы» активно пытались гулять этим воздухом, дышать. Ну да, вот если смотреть по данным гидромедцентра и Минприроды, то как раз превышения были в те дни, когда и действовал режим НМУ. Так было пыльно, а концентрация взвешенных веществ была превышена в Северном и в Солнечном в полтора и в три раза. А также в Железнодорожном и Свердловском районе были обнаружены взвешенные частицы. Было превышение. Ну и также превышение было по оксиду и диоксиду азота в Северном, в Солнечном и в Черемушках. Мы видим, что в Черемушках почти в семь раз выше положенного было больше этого газа. Вообще оксид и диоксид азота – это газы, которые образуются при сжигании топлива, и во время отопительного сезона их всегда больше в воздухе, говорят эксперты. Всего же за длинные выходные на горячую линию Минэкологии поступило 150 жалоб на грязный воздух, и эколаборатория выезжала 14 раз. Новый год и новогодние праздники прошли не очень в хорошей экологической обстановке. Из 14 тысяч замеров у нас 518 по городу Красноярск имели отрицательные показатели превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, что составило 3,75%. Это очень высокий процент. Обычно где-то у нас 1,5% получается, здесь целых 3%. Это привело к тому, что 300 проб у нас было отрицательных получено, это диоксид азота, отопительный сезон на территории города. И еще мы пытаемся разобраться с причиной источника сероводородных загрязнений, которые мы вылавливаем в советском районе. Гель, но судя по комментарию, основные причины прежний, отопительный сезон или нашли каких-то нарушителей? Ну, нарушителей нашли, например, на этих длинных выходных специалисты Минприроды нашли 10 предприятий загрязняющих воздух. А в Ленинском районе установлено 6 таких организаций. Инспекторы выяснили, что 3 из них не имеют разрешительных документов на выбросы. Еще по 3 предприятиям ведется работа по установлению собственников. Ну и напомню опять же, что сообщать о загрязнении воздуха можно и нужно на горячую линию Минэкологии края. И если с одного места поступит более 5 жалоб, туда отправится передвижная эколаборатория. Звонить можно круглосуточно по номеру 21 21 706. Ну вот, кстати, на завтра обещают уже потепление. Ветер до 10 метров в секунду. Может быть, это изменит ситуацию, Илья?